так быстренько технически вечер добрый дорогие братья и сестры сейчас я быстренько настроить соединение привет дорогие сейчас чуть-чуть буквально одну минуточку секундочку но все можно общаться благодарю вижу что ставите лайки значит все слышно все видно благодаря даже просить не на оба прошу прощения что у меня вчера не получилось выйти в эфир здравствуйте можно вас да сейчас все вы будете задавать вопросы я искренне буду этому рад и благодарен вчера не мог выйти в эфир чего-то было проблемы с интернетом сегодня скажем так реабилитируюсь приветствую вас мы дорогие братья и сестры сегодня мы с вами как и обещал разберем две молитвы очи наш и царю небесный и также отвечу на несколько вопросов вы можете уже их писать свои вопросы а мы понемножечку начнем отвечать на них так как вы думаете какое будущее ждет землю и людей населяющие ее прошу ответить только на основании священного писания спасибо спасибо большое ну на основании священного писания мы знаем что придет антихрист который будет людей соблазнять чудеса показывать чтобы погубить души человека и человеческие прельстить их вот потом придет господь и скрыт нишка со словами не ищу воли своя на волю пославшего меня отца и кто соделает благое наследует живот вечный то живот это жизнь а кто нас ли нас лиду кто со 100 соделает злое тот наследует вечные муки вот ну естественно мы ждем чаем ожидания мертвых и жизни будущего века то есть на основании священного писания мы ждем будущего века как мы читаем в молитве символа веры еще раз добрый вечер ольга всех приветствую дорогие сразу отвечу еще на один вопрос который вы еще не задавали но очень многие задавали вчера позавчера как бы делюсь с вами радостью вчера были у меня именины святых равнопостольных день памяти константина и елены и вот также всех святых поскольку всех святых значит и во всех поздравляем мои дорогие семенинами у каждого был вчера день небесного покровителя в том числе потому что всех святых что такое именины спросили меня именины это день твоего святого в честь кого ты крещен я крещен как уже озвучил в честь царя императора константина великого который во четвертом веке жил и дал свет православию как император мать у него елена была чаще всего на иконе мы видим их обоих царя константина и мать его и елену вот так что вот именины были у всех в том числе у вас так сергий еще я святитель югова сочувствуем а что будет именно с планетой ну планета у нас как таковой не описывается что будет но если мы опять-таки основываемся на освященном писании господь дает западе блаженство на ильонской горе мы по одной западе вспоминаем который звучит блажение милостивы то счастливы переводе наивысшая духовная степень счастья блажение милостивы я коте наследует землю то есть милостивы будут обладать землею господу нету смысла уничтожать землю потому что земля не грешит грешит человек и господь придет судить человека человеческую душу по ее делам поэтому земле ничего не будет уничтожаться не будет может быть даже на земле господь сделает продолжение скажем так рая ведь первый рай был на земле как мы знаем между это наверное иран сегодняшний между тигром и ефратом реками поэтому я думаю землей с планеты ничего не будет если сами мы ее не уничтожим до второго пришествия христа господь ее уж всяк не уничтожит я искренне хочу узнать что вы думаете об этом ну вот я ответил описывается так 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 завтра подаю документы в вуз на поступление благослевающего бог благослови отца я сын и стагадух а я сегодня тоже если кто вот подписанному инстаграм не сегодня тоже немножко под фотографировал людей по и попросил чтобы сфотографировали сегодня у меня был последний день вождения автобуса учусь я на категорию d с целью чтобы со временем может быть паломинские поездки с прихожанами ездить с жителем где служу вот вы в четверг будет у меня тоже экзамен уже последний на вождение категории d так что будем с вами вместе вы завтра и а я получается четверг 4 по моему так добрый вечер отец константин добрый вечер сергий прошу вашего благослови на пересдачу экзамена в автошколе вам и коллега бог благослови отца и сын и стагадуха надеюсь мы с вами все-таки сдадим а кто будет жить на земле если все все идут в небо но скажем так в небо не я не встречал священном писании что идут ведь господь когда придет будет и живые все господь никого не умертвит чтобы судить будут и живые и мертвые мертвые останут из гробьях и опять-таки суд где будет на земле будет раз мертвые останут из гробьях ну говорят так вот теоретически географически это иерусалим вот кто будет жить но все все и мы будем жить только где будем жить в муках вечных или в жизни вечной батюшка некоторые святые отцы утверждают что адские муки неверны в том числе и профессор осев что вы думаете об этом ну что я думаю если мы считаем священном писании что господь спустился в третий день в ад и узы праведных разрешивый то есть освободил тех кто ждали на лоне аврамова святые то есть праведники господа если мы об этом знаем что есть ад то естественно в аду уж всяк не наслаждаются лон аврама это единственное место где не страдали где не испытывали жажды на где находились в ожидании все остальное понятно это расплата за наши грехи я думаю есть и грехи есть и расплата за них значит есть и какие-то казни это я думаю частное мнение это не общецерковная спасибо большое искренне этого слава боже удачи батюшка спасибо господи всего доброго во слава боже можно ли в о кстати вот и ирина дорогая наша подсказывает о пост кстати у нас начался пост петра и павла все вас поздравляю с началом поста он можно сказать вчерашнего вечера начался заговенье у нас было пост не очень строгий но тем не менее святые отцы говорят пост это как два крыла воздержание в пище и сугубом подвиге в молитве два крыла которые возносят нас к господу поэтому в пост кстати сделал одну ремарку в любом случае часто спрашивают как поститься больным людям святые отцы очень многие говорят что больной человек поститься своей болезнью поэтому если у человека сугубо какая-то болезнь там пищеварением онкология но много есть какие болезни то он питается по мере своей необходимости но его немощь которую он испытывает но благовейно ее переносит и вменяется ему в пост как не рабочащему человеку не унывающему а все-таки несущему свой крест какая такое определенное послушание за свой подвиг перед господом а мы знаем что послушание превыше поста и молитвы он но не заменяет можно ли пост читать после утренних молитв и покаянные каноны а вечером к молитвам прибавлять акафе слава богу за все не могу в пост в еде держать у меня же доктор сказал как питаться ну по поводу питания я ответил самое главное мои дорогие помнить что пост это не только воздержание в пище это не диета диету вы можете держать и вне поста после то в первую воздержание от греха и тот же самый кусок мяса для человека как ты как видимый грех определенный читать молитвы акафистом канон естественно можно потому что и акафист и канон покаянный то молитва молиться не грех молитва это беседа наша с господом со святыми с богородицы поэтому молиться конечно можно и нужно с кем общаемся тут и приходит и помогает так ну исключая среду и 5 могу держать пост но по силам возможности так а вы слышали слова шоул гадес честно говоря не слышал врать не буду лукать не буду что они означают я себе выпишу почитаю поищу может быть следующий эфир отвечу башка ведь человек тленин как же встанут мертвые в каком облике ну вообще скажем если господь сотворил человека из земли адам переводится как красная земля предположительно из глины неужели ему не богу все возможно только невозможно он не повреждает и не лишает человека свободы выбора то есть волю его не повреждает если ему было возможно создать одним словом весь мир как чего же невозможно ему из гробе чтобы люди восстали я думаю тут вообще элементарный ответ все богу возможно относительно воскрешения в каком облике вообще но это такое не общее церковное скажем так частных частные мнения святых что вот в каком во первых виде мы умираем допустим голый человек любит спать вот он голым умер при в таком голом виде и он перед богом предстает там многие святые отцы говорили то есть каком предстали таком почему мы просим во время службы сподобие господи смерть смерти непостыдной безболезненной и услышать добрый ответ на страшном судище то есть мы искренне хотим поисповедаться причаститься перед своей кончиной вот и уже соединившись здесь со господом соединиться и на небесах пред господом представить в более в чистоте в такой которую дал младенцем нам душу уже технический момент как мы восстанем это же третьестепенный даже момент почему его ждал того чтобы пойти в шеол при из господню ад я честно говоря читал книгу его но я не помню чтобы он в ад ходил ну я почитаю иов если мы говорим о праведном многострадальными и то я не помню чтобы он ходил в ад может быть вы что-то путаете разве ему который тут мучился если там огонь был а я понял о чем праведный иов он не мучился в аду я еще раз говорю лона аврамова мы читаем о нем в рассказе который господь говорит о лазаре и богаче вспомните в евангелии мы читаем и когда лазарь богач просил лазарь чтобы тот обочил палец ему и прикоснул к салу к устам вдов пришествия человечное христа господа нашего в аду было лона в рама но люди там не страдали именно праведные люди святые поэтому так там не было для них огня иов не страдал так яков говорю что спускался к сыну иосиф шел я так понял что это как лонова рама шел скорее всего вы неправильно прочли мой вопрос адские муки не вечны но на данный момент до второго пришествия христа не вечны то есть конечном итоге все даже после ада пойдут в рай нет мы вспомните евангелие читается который во время отпевания господь говорит а еще кто сотворил благое доброе наследует изыдет все изыдут и на наследие живота той жизни а кто соделал злою наследие суда то есть они судимы будет то есть святые судимы уже не будут а вот кто согрешил они будут судимы но вот куда дальше уже некоторые святые говорили но это их частное мнение это не общецерковно что даже бесы будут судимы ну а там уже за господом не дерзаю ответить как это будет и даже предположить не могу как господь по милости своей будет судить потому что если большей степени по грехам нашим судить то мы никто не имеем права наследие царство небесное господь по милости больше своей и любви человека судит так здравствуйте мир вам и вам съесть кусок мяса грех ну вот пост как бы опять-таки если мы постимся мы православные люди то и человек не сугубо какой-то больной не имеет какой-то сугубо болезни то мы фос мясо не едим мясо молочку яйца то есть все скоровное да поверьте пост на еды столько много я в один пост на 4 килограмма поправился во-первых организм очищается в кашу много рыбку можно в принципе но великий пост а нельзя конечно рыбу но хотя можем морепродукты конечно это дорогостоящие удовольствие не все могут себе позволить то и я не всегда вот найти как такую маленькую слабость про проявляю тогда бывают морепродукты а так в основном столько вкуснятин картошечка засоление до массу сколько можно вкусного поесть относительно постной пищи грибочки так с еврейского от сергия с тоже слоге еще а ну спасибо вот вы мне и просветили сергий так секунду секунду я не туда клацну так почему привет батюшка а почему я плачу за мама за маму наверно ну вы немножко поясните если она почила тут есть логика боль утраты но опять-таки слезами мы пользу не можем принести слезами мы больше знаете я очень часто с этим сталкиваюсь что больше эгоизм проявляют знаете когда на отпеваниях ты смотришь и они кричат чё ж ты меня оставила что ж ты ушел кто там дом будет достраивать а кто детей расти бы то есть чисто материально ты нужен был для материального вспомните первые христианские времена в белых одеждах и хоронили и и шли за процессией скажем так похоронные к месту захоронения это не была трагедия это не был траур люди понимали что он идет к господу человек человеческая душа и не было кого трагедия сегодня у нас все завилизировано скрыто на катафалке быстро привезли никаких песнопений раньше всем хутором там несли гроб и пели и добрым словом вспоминали вот ну вот если а мамочки усопшие молиться конечно мамочки на панихидку заказ 40 усов пока и не может заказать чтобы проявить свою любовь к ней потому что у бога все живы почему и мы молимся о них так завтра уезжаем с мамочка ангела-хранителя вам так люди не познавшие егову будут уничтожены не будут иметь надежду воскресенье значит немножко не соглашусь с вами потому что даже на сегодняшний день есть такие люди там дикие племена африки которые христе даже не слышали за что они будут уничтожены за то что они не слышали о боге естественно они не будут уничтожены господь их не будет судим потому если придет тот момент когда еще не слышали ну как святые отцы говорили что когда господь придет всяк услышит уже о боге и слово божие ягова это одно из имен божих есть саваоф адона и яхва то есть нужно многое другие вседержитель всемогущий можно перед дальше перечислять вообще сергий я вам порекомендовал бы почитать апостол потом климента иерусалимского да много расширьте немножко свои границы я понимаю что вам не не разрешает наверное читать дальше расширять все кроме свечи евангелия или библии совокупе но попробуйте расширить эти границы не бойтесь этого если вы хотите познать бога это не означает что нужно только остановиться на священном писании ведь жизнь до сегодняшнего дня продолжается и церковь по сути жива глава церкви господь так у меня убили мамочку царство небесное чипоковь молитесь они напишите мне в личку я тоже помолюсь они добрый вечер батюшка о виолетта привет с моим сокровищем как ребенку четырех лет объяснить кто такой ангел-хранитель и почему его не видно как объяснить ну аналогия наверное во первых ангел-хранитель это служитель божий который дается при крещении хотя некоторые святые цивили что у человека два ангел-хранителя один при рождении дается другой при крещении вот но в большинство конечно при крещении мы склоняемся к этому почему мы не видим потому что можно привести с аналогию не всегда мы лучи видим и надо видим не видим мы допустим радиоволн но они есть мы не видим как дыхание но когда бывает мороз мы видим как мы выдыхаем и пар происходит то есть для младенцев многих как мы знаем многие видят ангелов и лепичут с ними общаясь ну вот по чистоте души своей мы уже по своей греховности их не видим ну вот так вот ну и показать картиночки конечно так спасибо очка за цвет что такое рай рай это место сугубое царство небесное еще называется где прибывает господь сугубо пошел господь вездесущ и вместе с ним все святые ну я и вижу тут и ангелы и в первую очередь богородица матерь божия она как имя мамы она крещена я помяну молитвы согласен бачка здравствуйте бачка я уверен на сто процентов что я не попаду в рай уверен на тысячу процентов что вы не уверены и не факт что вы попадете не попадете человек предполагает а господь располагает сколько я не каялся сколько я не грешу и грешу сколько же я и грешу не нужно богу такое ложное покаяние единственное на что я надеюсь что он что может быть олег мы не первый день с вами в эфирах сталкиваемся общаемся я вам скажу так умнывать не имейте права вообще всегда нужно настраиваться на позитив если хотите вам расскажу притчу хотите если хотите нажмите лайк чтобы хотя уже столько лайков я смотрю можно сказать и так хотите рассказываю на днях увидел ролик мне очень понравился хорошая причем я так переживаю что мы даже молитвы не разберем сегодня так активные такие молодцы значит причем у отца было два сына до 2 сына значит один пессимист другой оптимист и решил отец привести какому-то общему знаменателю точку зрения одного и другого значит оптимист пессимисту всю комнату забил подарками а другому наоборот вывалил навозную кучу посреди комнаты ну что происходит приходит он на пессимисту и говорит как у тебя дела сынок говорит все плохо посмотри сколько подарков и я как представлю их всех надо развернуть столько будет мусора бумаги коробки неверные неизвестно куда девать подарки не факт что подарки мне понравится может это пустую потраченные деньги лучше бы мне отдали в общем все плохо приходит к оптимисту говорит что это у тебя тут воняет так когда вот кто-то мне подарок сделал навозная куча посреди комнаты где ты наверное расстроился когда нет играет просто в недоумении это что такое гэт но если это подарок конь где так что давайте настраивается на оптимизм так пойдемте дальше по вопросам добрый вечер поп добрый вечер алексей мамочка боится завтрашнего дня подкреби господи вашу мамочку и вас что он это общая могила человечество я понял то есть если это не как не огонь ну я так предполагаю же это что то как я говорил он аврамов скорее всего так бойцов не переживайте я с вами пойду туда давайте лучше врайте нас еще с вами жизнь есть господь дал видеть свои грехи слышать чужие и не повторять их кается язык дал нам давайте мы будем настраиваться на царство небесное больше оптимизма мои дорогие так кушать масса мясо не грех иисус говорю не то что уходит в уста и скворняет а то что и выходит из уст ну я дополняю говорил-то господь согласен но опять-таки газ давайте скажем так аж 40 дней что делал господь на горе когда искушал его луковой постился господь личным примером показал с как подвиг что он постился бороться со своими грехами и питался он там скажем так по минимуму я так предполагаю по что лукавый даже ему 2 предлагал камни притворить как вы помните в хлеба поэтому пост мы не отменяем грех кушать только кровь но кровь надеюсь никто не сумасшедший не пьет скажите на когда лучше крестить мальчика по имени константин ну вот смотрите мои родные вот 3 числа был и император константин и там еще был благоверный князь константин и сыновья еще михаил еще кто-то вот честно говоря сейчас не вспомню у нас даст принципе так константинов не так много в году поэтому вот 3 числа этого месяца у нас день памяти равноподства император константин но есть еще в принципе то новомученики есть это младенец то уже и много новомучеников у нас канонизированы в 2000 году поэтому посмотрите по святцам какой ближе к вам дню его рождения так главный друг друг другу не ешьте да друг друга не ешьте все правильно так бачка я православная и меня заинтересовал ислам сочувствую вам так сказано так сказано что мухаммед последний пророк и печать всех пророков и послан ко всему человечеству это религии вас выступает против ложных лже божеств и призывает я вопрос в принципе ваш понял во первых чтобы заинтересоваться исламом а поскольку я так понимаю что вы православны сначала поинтересуетесь православием чтобы как не было лицемерия как такого то что будет у вас грех вероотступничество это один вопрос другой вопрос том что о православии что вы знаете красота православная безгранична относительно пророка скажем так господь ничего больше как таковых пророков и не говорил апостолам дал власть святого духа если мы говорим о исламе то это синтез христианство язычество и иудаизма я честно говоря не сильно компетентен есть священники которые прям занимаются этим вопросом по религоведению этому ближайшее время у нас выступит один другой священник по именно этим направлением но последний пророк или не последний тут уже не знаю по мне так господь пришел кто еще нужен господь пришел закрестные страдания себе принес это первое второй момент апостолам да власть вязать и решить и слово божие нести что еще нужно что еще нужно господь все дал разжевал осталось только принятие ну давайте дальше спасибо господь благодарю так очень скажите что вам искренне о проводимой генетической экспертизе останков царской семьи романовых закончилась она или продолжается какие подробности вам известны благодарю врать не буду лукавить не буду мало чего знаю этих экспертизах которые проводились но недавно видел к что статью выставляли на православия ру и по моему патриархии по этому вопросу но я с ней не ознакомливался поэтому чтобы вас не ввести в заблуждение нужно будет почитать что уже в итоге там они выставили но нужно ли вообще это была экспертиза по большому счету разве подвиг стратотерчество подвиг мученистого разве не подчеркивает значимость как святых царской семьи мне так экспертиза уже не нужно так здравствуйте но это боль так святой исаак сирин говорит хотя гиена и ограничено говорит он но страшен вкус пребывания в ней значит все таки ограничено ну да я думаю ограничено так как говорите про иова откройте книгу правильного по открою так если у вас священное описание посмотрите сейчас пожалуйста сейчас нету сейчас у меня открыты две молитвы которую я обещал разобрать можно ли можно ли поменять имя не нужно раз мы один раз мы крещены и этим именем мамы и к тому святому и мы молимся второй раз мы не крестимся исповедую единое крещение в остальных грехов проблем это не из-за имени из-за образа жизни нашего как мы живем живем мы грешно и не каемся вот от этого у нас многие проблемы так отец конце не расскажите по что по пока не понял допишите они не будут уничтожены речь идет о тех кто услышал добрый пожалуй о петре и павле этих святых о это целый эфир надо посвятить мы основным сегодня не займемся давайте я следующий эфир там много что можно сказать там а они много путешествовали много чудес было вспомним как минимум интересный момент как петра распяли вверх вот как крест мы обычно значит увидим а когда распинали апостола петра он сказал я не достоин чтобы меня так распяли и крест перевернули вверх ногами и так его таким образом распяли там очень много чего интересного можно сказать и в двух словах этого не расскажет давайте лучше или я в следующем эфире расскажу или батюшка у нас расскажет который вот о евангелие рассказывает батюшка андреев господи помилуй склерозные имена батюшка очень хорошие так и зверюшка есть люди и а есть зверюшки не понял меня бесит эти эгоисты ходят по домам ну скажем так вероисповедание свидетели говы у нас на сегодняшний день юридически запрещены в российской федерации за нужно сказать критично это я не выдумываю а говорю как есть на самом деле по суду решения за определенную экстремическую деятельность во первых раньше распространяли по раскидывали по ящикам домам что определенно тоже нарушение определенное о свободе совести и слове в том числе потому что там есть определенная категория вот отвергать их не нужно увидели допустим свидетеля гова мир вам с богом если нет у вас знаний не можете с ними компетентно поговорить они тоже люди и мы искренне хотим чтобы они увидели свет православную православие и пришли в лоно православной церкви мы не гоним никого мы не хотим победы над ними они может быть на предступение к господу потому что они сами себя очень сильно ограничивают хотя бы взять и как они изображают распятого господа на кресте даже не на кресте на столбе но мы помним что когда господь мы читаем в священном писании что повинность его прибита над головой его они над рудцами над руками а у свидетелей говы табличка царь иудейский прибита над руками то есть это уже искажение священного писания и можно другие места тоже привести как пример но гнать их не нужно они хорошие люди они много читают священное писание это нам определенный пример для подражания что мы должны тоже больше читать священное писание развиваться вот но если мы не можем достойно что-то сказать ответить на их вопросы если у них они возникают значит простите христа ради ангеловам хранителя с богом и можете их перекрестить но обижать их не нужно обзывать их не нужно так и его в один нету не как один не один это одно из имен имен божих у нас троица отец сын и дух святой можно менять имя которое дали прикрещение ответил так я верю господа нашего из христа христос то назывался сыном божием значит он бог раз сын сын это кто сын по природе от отца от богородицы по природе человеческой от духа святого по природе божественной вот за что-то господа распяли христа за то что он сыном божием себе именовал так отец скажет так давайте дальше скажите кушать кровяную можно нет не нужно не в после и вне поста как будто сказать то я даже не знаю почему вообще кровяную пищу не вкушает потому что если мы читаем первую книгу бытия творение мира то там я сейчас не вспомню где конкретно читал ну надо посмотреть конкретно что душа находится в крови поэтому чем почему и кровь спускают у животных поэтому но это у животных мы знаем что у края у человека как бы нигде не в священном писании не указано поэтому мы не вкушаем никакой крови так я я грешен я я не верую подкрепи вас господи так грешен значит уже в душе веруете да спасибо господи батюшка грешно топить котят конечно жизнь не давали жизнь не забирать лучше возьмите за подвиг понести этих на рынок котят стать коробочка потрудиться раз уже так произошло и раздать этих котят вообще я как-то в одном из эфире рассказываю если хотите я на эту тему расскажу историю если хотите поставьте лайк чтобы я понял или мы дальше идем по вопросам рассказываю хорошо это не к тому чтобы я лайки набрал просто чтобы я понял да да нет нет потому что внизу еще очень много вы написано если мне их проматывать я долго потом буду обратно возвращать просто так мне проще а значит пришла одна женщина спасибо господи все хватит хватит а то еще будет подвисать пришла одна женщина к батюшке говорит у меня окатилась да окатилась кошка что делать завести наверное погибнут утопить тем более грех на душу брать что делать давай помолимся день-другой и что происходит это если не ошибаюсь и случай из близ тройска сергия лавры был начали не молиться и что произошло эта кошка взяла своих котят ночью и отнесла к ближайшее что-то типа фермы было и где дальше эти котята росли ловили мышей вот таким образом господь управил и уберег этих котят это где-то читал у святых отцов рассказ поэтому в первую очередь мы молимся чтобы господь выразумел но топить ни в коем случае за это грех так не кашляйте поправляйтесь спасибо господи тогда да 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 не хамим очень нравится ваши притч спасибо слово я представляю себе только до притчи дошел сколько там еще написано давайте тогда немножко ускоримся я опережаю шуму молитву хоть одну бы разобрать скажите душа до 9 до 9 дней может она по и появить проявить себя в реальной жизни душа три дня блестела находится с 3 по 9 по оказывается уже рай она уже вне пределов земли поэтому она никак себя уже не проверить в течение трех дней мы знаем случаи что и господь возвращал в тело душу то человек воскрешал это не единичный случай поэтому до 9 дней как бы никак но по крайней мере с этим никогда не слышал и не сталкивался так супер причем башка вы уже готовитесь не знаю пока к чему готовитесь так хорош хорошо говорите спасибо господи так и поеду в больницу спасибо спасибо башка здравствуйте очень рада вас видеть я тоже вас рад видеть а сегодня вас особенно потому что вчера у меня не получилось я так расстроился за этого интернета думаю аж чего-то не хватало так мне что-то перестали приходить уведомления о ваших трансляциях и я много пропустила значит мои дорогие когда вы смотрите эфир тут есть у нас что-то подобие уведомления или колокольчик и когда вы на него нажимаете тогда к вам будет приходить уведомление что началась трансляция и вы не пропустите а вообще у нас почти одинаково я выхожу в воскресенье 8 отец сергий 8 субботу отец андрей артемий артемий выходит в 5 часов понедельник но что у него опять какие-то там проблемы у нас есть священник отец сергий к клевикин который в любой момент сейчас может уже начать выходить вот можно жить и даже предложить когда бы было бы удобно в какой день помимо тех которые мы хуже выходим чтобы он выходил в какое время и в какой день я бы был вам признателен вот а еще больше признателен если вы своих друзей приглашали наш проект чтобы они тоже услышали ответ на свои интересующие вопросы это очень легко сделать когда мы заходим на страницу через через телефон и через компьютер там есть пригласить друзей заходим туда ставим галочку наверху пригласить всех друзей мы всех любим вот и внизу пригласите тогда всем присохнуть уведомления я буду искренне вам благодарен если вы это сделаете мальчика скажите пожалуйста отча ой что-то не то нажал по часто я часто болею могу ли я читать правила лежа в кровати спасибо господи ну вообще некоторые святы горе лучше сидя с богом чем стоя ногах но опять если есть сугубо немощь хотя бы кратенько помолиться то надо да я думаю господь милостив простит что вы наизусть то не знаем а молиться хочется я думаю если это прям серьезная болезнь и вы не можете прям хотя бы сидя ну как исключительный крайний момент но почему мы стоя молимся почему как католики мы не сидим я вам объясню мои дорогие потому что это подвиг мы подвиг проявляем благоговейно секунду у меня потух монитор мы проявляем подвиг благовейно трудимся пред господом а некоторые еще больше проявляют благоговейно коленочках молятся потому что вы просто вдумайтесь вот на секундочку вот у нас у многих есть живые родители кто-то у кого уже почили родители царство небесное вечный покой вашим родителям мы настолько вот мы с вами уже взрослые люди мы понимаем как они много потрудились для нас и как мы иногда хотим их отблагодарить мы даже готовы на коленочке при ними встать за то что мы их не слушали их обижать почему мы сугубо проявляем благовение пред ним а это господь в евангельское чтение мы в это воскресенье читали если господь ну я сразу по-русски буду говорить а еще там говорится если возлюбишь сына или дочь больше меня отца или матери больше меня и не возьмешь крест свой и не пойдешь вслед меня несть то есть не достоин меня то есть выше бога ставить никого нельзя иногда приходит на есть бачка я вот в это согрешил простите меня бог простит не я прощаю а бог простит читая священник молитву бог простит разрешит и я не достоин власти медана проща решая то есть я констатирую покаяние человека я сопереживаю его душе что он кается и поддерживаю его как священник любящий бога и пасту а каемся мы богу это забывать нельзя по возможности так если совсем тяжело тоже лежа но исключительно так в онкологический диспансер 5 завтра и на рак буду об этом следовать я понял валентина область вас на обследование лечения а вы говорите в бога вы говорите в бога во первых бога с большой буквы пишем если мы говорим о языческих богах то тогда это там всякие нептуны перуны и тому подобное это с маленькой буквы если мы говорим о троице отца и сына и святого духа то без большой буквы однозначно екатерина добрый вечер добрый вечер катейка так елена здравствуйте батюшка здрасте к вам вопрос если можем безусловно может ли крестить ребенка семейная пара ладно дочитаю а еще помолитесь за малыша евгения подкрепи господи не может семейная пара почему потому что в таком случае у нее будет препятствие каноническое препятствие чтобы их повенчали крестных у нас в обязательном порядке должен быть один если как традицию русской мы берем два то есть разных семей если не ошибаюсь у грузин и у сербов там вообще дать до 10-12 крестных можно брать но это уже такая традиция в обязательном порядке один по половой предназначенности ребеночка если это девочка значит мамочка крестный если младенчик мальчик значит папа крестный вот так дальше добрый чудо осман добрый так катенька я хочу спросить про прививки о это тяжелая тема насколько они необходимы по очень относительно связь прививок и аутизма очень опасно и тесно что-нибудь знаете вообще очень опасно я столько людей знаю которые после прививок стали инвалидами колясничниками меня наверное все врачи сейчас если я скажу они возненавидят меня очень осторожно надо делать прививки особенно чтобы человек не больной был особенно деточка не больная была к прививкам очень осторожно потому что к сожалению у нас не первосортные прививки на десяти сортные очень больная тема я даже не хочу трогать потому что все врачи надо 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 очень относительно надо это уже я считаю на усмотрение духовника благословляет он или не благословляет потому что я очень осторожна прививка очень избирательно скажем так делается делаю дальше с вами полностью согласно бачка живем и не каемся отсюда все проблемы о шута рядышком да согласен хорошо напишите мне матом в одноклассники чтобы договориться дальше бачка добрый вечер поставьте за меня свечку в церкви прошу вас я сдаю в конце недели исследовательскую работу и очень хотела бы сделать сдать на отлично бог благословит вообще вот мари мари это неплохой вопрос затронула часто спрашивают что лучше заказать в храме как помолиться что более благополучно сдать там экзамен в там какое-то доброе дело есть такой молебень называется молебень это такое молитвословие священник читает вместе с вами молится может конечно без вас но лучше конечно вместе это же вам нужно в первую очередь вот называется молебень на начало всякого благого дела призывания святого духа потому что на всякое доброе дело мы просим господа помощи поэтому нужно в идеале прийти в храм вместе с священником попросить чтобы помолились в этом молебне так ну вообще кто хочет добавляйте все друзья там если что-то там помолиться пишите милости божью постараюсь сделать башка старовера это секта да очень я бы сказал относительная нет это не секта это больше как бы раскол был раскол на старообрядцев и новообрядцев если можно так сказать на тех которые сегодня мы с вами вот она но большая тенденция с ними сейчас на объединение есть единоведческое вероисповедание то есть это и старообрядцы и уже православные вот с ними мы уже в литургическом каноническом общении состоим а с ярко выражен старообрядцев еще нет добрый вечер добрый вечер а вы сами не можете поставить нет к сожалению ну я постараюсь завтра буду храм поставлю так вы крещены батюшка как вы думаете справедливо ли обличают отца владимира головина ну очень относительно я бы сказал справедливо у каждого человека есть какие-то промашки у каждого человека есть какие-то вещи которого неправильно сказал у меня они есть у любого другого священника потому что мы в центре внимания под прицелом определенным и каждый человек может что-то не то сказать да по разным причинам по усталости по глупости естественно не человека без греха не ошибается тот кто ничего не делает естественно что-то батюшка владимира бывало не то говорил но это не говорит о том что его надо казнить что многие сейчас словесно пытаются сделать это очень такой опасный момент потому что нет человека без греха соотношение сколько он правильно сказал и в соотношении сколько их людей поддержал груш цена тому что пытается ему инкриминировать поэтому я думаю тут все относительно так он же действительно священник его не лишили сам нет не лишили он ни разу в своих проповедях не называл себя старцем не называл гуру нет просто что некоторые вещи не те скажем так сказал но он уже понял это покаялся мой родной брат и вся семья его его свидетели его уже больше 20 лет они очень хорошие люди вполне возможно но мы не спорим а верим мы просто родные люди слава богу так имя крещению простите так как вы видите как и сарцарский без как вы ведете катехизарские беседы при крещении две беседы одна чаще всего даже за две недели есть у нас целая методичка есть темы о которых мы говорим ну и какие-то личные примеры какие-то про из практики помимо того что нам рекомендует говорить так как основы догмата православной веры и как проповедь цель которая переменена применена образом мысли крестных родителей вообще это очень проблема с общаться с крестными родителями потому что их у них сами крестные родители были нулевые им ничего не дали их не воспитали и им трудно поменять в одну секунду свою точку зрения жизненные какие-то устои ломать себя каяться поэтому конечно аккуратно с любовью основные вещи конечно говоришь так дальше ой здравствуйте вот не помню уже в их разве есть душа а у животных да у душа если мы допустим говорим о птицах и рыбах мы читаем и произведет вода душу живую это в створении мира мы читаем у животных есть душа только она неразумно я бы сказал почему потому что она не кается ей не заштукается у нее нет греха а у человека есть у человека есть свобода выбора медведь тот же самый медведь он не убьет человека если он не будет для него опасен а у человека может убить охота чем опасен для медведь развлечения вот вам разница разумная душа так родители знают сколько рисе вот поинтересуйтесь мари это скорее всего и вы будете ли марина или мария моюшка здрасте вы же благословите пожалуйста бог благословит мария скорее всего видите как я угадал павел у всех есть душа так давайте пролистаем добрый вечер бачка можно ли кастрировать животных и если нет просто некуда их отдавать у нас есть дебаты пошли дебаты пошли вечер доброго бачка помолитесь за александра и светлану ярослава подкрепи вас господи дай бог здравия так люди добрый вечер всем добрый вечер бачка можно ли кастрировать животных и если нет просто некуда их отдавать у нас сейчас мышцы экран опять потухнет у нас их уже семь если на улице будут плакать как котен плакать котенок мы в кастрация конечно относительно момент наверно как совсем крайний момент но лучше этого конечно не делать так чтобы понять если у животных душа надо самому иметь душу вот это точно посмотрите в инстаграме сейчас я вам напишу как в инстаграме меня найти там у меня есть видео классная за сейчас я даже не знаю получится ли у меня написать секунду сейчас две секунды наверно вот так вот я внизу там увидите так забьете в инстаграме за кто захочет подписывать и будет рад вот значит еще не родила кошка а нам котят подбросили часто завозят собак кошек по что храм на окраине около кладбища где я служу и вот она еще сама не родила а этих детей как мамочка охраняет защищает ласкает их вот и скажите у кого больше добрее душа у человека или у животного который бесхитростный вот поэтому конечно если не душа так мимо пройдете не сможете ребенок себе соберет да так же и вчера плакал что они давайте дальше нам тоже вчера нас не вот вас и не хватало спасибо господи так приюты они заботятся да есть при сейчас больше и больше приютов так у нас храм кого подбрасывают некоторые люди приносят подкармливают их только вот многие смотрят меня из того станицы который где я служу вот нам привозить лишних не надо всех не прокормишь так он так закрыли не на что содержать как хорошо батюшка что вы выходите в эфир спасибо вам вас слава боже души нет никакого так же как и бога юрий сочувствую вам искренне сочувствую бедного человека что несете в мир этой трансляции здравствуйте спасибо господи так да друзья и родные раздавать да охотники стреляют дичь рыбаки ловят даже господь ловил рыбу ну подождите одно дело охотиться какая есть необходимость сегодня мы питаемся рыбу тоже я бы сказал так очень относительно по крайней мере рыбой хоть какая-то есть логика с убивание животное какая есть логика зачем это делать не вижу необходимости так заповеди не убей здравствуйте здравствуйте господи да я всех снабдила слишком много людей выкидывать на улицу жанна умничка трудитесь может быть это ваши добродетели главное будет как вы относитесь к мусульманам как если вера исповедальна то никак я православный если чисто по-человечески дай бог им здравия души и тела чтобы они пришли в лоно православной церкви искренне хотелось бы как вы думаете что выбрасывать в помойку дальше читаем у меня кот жил 12 лет мы его очень любили когда он умер похоронили нас он был как семья ну давайте так во первых животных как людей нельзя любить имена им нельзя человеческие давать вот фунтик шультик шарик это максимум что можно давать почему человеческие имена нельзя давать потому что человеческие имена носят святые святые и это уже глумление на памяти святых почему я всегда призываю если это собака то это охранник дома это будка если это кошка это ловит мышей под почему потому что когда мы начинаем вкладывать частичку своей души в это животное то заботиться нужно безусловно но у нас доходит же до абсурда с ними спят да что только не делают прости господи грех творят блудный поэтому животным очень надо аккуратно надо больше людей любить тогда и нас больше будет любить так подвиг во всем до папочки нет царство небесное очень жаль что есть подобные люди которые не видят до о том что животное не души да да можно задать вопрос задавайте батюшка и скажите сны бывают вещи бывают но не такой святой жизни мы живем чтобы они снылись нам от бога поэтому очень и должны аккуратно к этому относиться деда умер в годе на феврале можно вопрос можно так я что-то уже подустал вождь больше часа уже как сохранить семью люблю ее безумно и ревну ее ко всем но для начала нужно повенчаться чтобы это благословим богом брак был если вы не доверяете есть значит у вас есть самого склонность к измене в большей степени возможно вы судите по себе когда мы любим человека мы ему жизнь свою доверяем не говоря что доверяем что он не предаст нас а если предаст значит господь отвел на от слава тебе господи пусть идет своей дорогой с миром человек любящий не предает человек любящий свою жизнь полагает под ноги семьи так молитесь чтобы господь петру и февронии гури самуне а виве молятся о семье ваишка когда господь всевышний путина к себе заберет надеюсь не скоро владимир владимирович конечно не идеал как и каждый из нас но вот моя точка зрения лично никому я не навязываю на сегодняшний день лучше я никого не вижу поэтому бензин бы подешевле бы хотелось бы но это так о мирском дальше так алейкум мир вам и тебе мир как сделать эко без греха о это тяжелый вопрос я даже не знаю лучше не делать вот у меня несколько примеров одна девочка делал уколы все уже подготовилась ведь там столько гормональных уколов живой делают такой надрыв над организмом и вот уже и назначили уже даты когда приблизительно уже будет все эти дела и она сама забеременела то есть не оплодотворили клетки то есть не абортировали эти клетки поэтому нужно молиться обязательно молиться кому мы чаще молимся нечаянно радость иконы обожимать матронушке серафиму саровскому молиться надо ну и физически обследоваться и лечиться так напишу то в ответ анализа идет так помолитесь о здравии Ксюшенька подкрепи вас господи всем украинцы алейкум салам так красивый батюшка согрешить не грех ха 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 убери господи меняю вас Валентина отличный русский язык на Валентину не обижайтесь человек немножко немощный поэтому не нужно ее обижать добрый вечер беложопа спасибо господи и вам добрый вечер вот скажите пожалуйста я наполовину христианка наполовину мусульманка не бывает так или православная или мусульманка что-то одной по национальности вы можете быть так и так русская там допустим там и азиатка какая-нибудь вероисповедание одно но тем не менее я не крещённый хожу в церковь ставлю свечи перед иконами правильно я это делаю или грех креститесь да и все не надо заниматься лицемерием или с богом или с мамоной то есть одной из двух если вы ходите в православный храм креститесь и будьте искренне достойной невестой христовой православной христианкой я покрестила девочку господь крестил молитый священник а так правильно священник максимум можем сказать крестить а вы крестная мамочка но причастить не смогла приехать как можно исправить эту ошибку в любую службу вы берете деточку натощак ведете если это младенчик то как минимум за 2-3 часа очень легким чем-то покормили там грудью чтобы это все успело перевариться ну вот до семилетнего возраста потом дети не исповедуются поэтому пост как такой им не держим поэтому взяли ребенка и на службу на литургию с утра которая совершается а вы не лицедей батюшка вот если так сделать может быть а так не знаю вам видней у меня хорошее настроение поэтому подшучиваю чуть-чуть так добрый вечер дорогой вечер из Волгограда а вам с Кубани так можно вам вопрос задавайте о чем тут базар то обсуждаем почему помидоры и огурцы так привет жир привет жир нож утрата вера Бога карается ли маловерие мы каемся другое дело не карается мы каемся в этом за наше маловерие за сомнения и опять встаем и идем дальше батюшка а как нам сделать эко без греха я уже ответил наверно никак так может молебень аборт это сильно большой грех один самый большой для женщины и мужчины убиваем ребенка как же еще мы задаем вопрос грех или нет деточка жизнь понимаете вот говорят эмбрион может ли в неживом неживое не иметь душу если бьется сердце значит это уже живой организм значит уже есть душа какой бы там срок не был поэтому убивать нельзя это деточки это ласточки наши это жизнь наша это гарант в большей степени если достойно воспитаем не в стардоме оказаться да даже не за этого это наши ласточки маленькие батюшка зачем вам врачи вы говорите свое мнение они так грабят людей еще не хватало чтоб из-за них люди становились инвалидами ну давайте всех не обобщать много врачей очень хороших так же я думаю не все хорошие но кто-то в большей степени кто-то в меньшей а ведь врач это в том числе таланта Бога другое дело он развил его или зарыхл это уже зависит от человека то есть от врача есть врачи от Бога которые хирурги они собирают оперируют травматологи они собирают по частям да врачи они очень нужны значимы лука апостолом он был врач лукавой синецкий он основатель гнойной хирургии святой святитель врачи нужны они важны другое дело что порой медицина используется чисто в коммерческих целях и на фоне этого многие губят вот о чем речь а врачи нужны они они все хорошие люди другое дело как мы живем добрый вечер добрый вечер дальше дальше цепочка от 50 цента вот цента если вы за эту это не золотая я вас разочарую добрый а вы не лицедей нет уже отвечал ну вам виднее это вам рассуждать какое я так да да церковь зайди там специально покаяться как можно да действия акафиеса невинно убиенных детях в трубе матери читает если кто-то сделал аборт так батюшка крестил ребенка так ответил сейчас про дальше так католик висит на шее католик ладно я грешна я тоже если можете за меня и за мою дочь помолитесь Татьяна подкрепи вас Господи так спасибо Иисусу тебе просит твой грех ты сам грешник или святой как думаешь грешник а вы все мы все грешники так я честно говорю подустал чуть-чуть так так весноват да пусть так девчата мы многие греши так не задавайте глупые вопросы так кто вы извините пожалуйста что зашла к вам я священник русской православной церкви есть к этимашевской епархии настоятеля храма новомучика исповедника в церкви русской священник константин мальцев руководитель проекта в который мы сейчас зашли находится батюшка лав батюшка любовь где мы говорим о христианской любви отвечаем на вопросы в двух словах так почему сразу бесноватый это воспитание такое то по разному бывает и воспитание и бесноватость может быть в том числе так на землю чтобы спасти грешников сын божий да так каковы каково ваше мнение бог он или есть аллах бог тройщин трех лиц отец сын и дух святой священное описание мы черно по белому читаем когда господь возносился на небеса он говорит идите научите все народы крестя их во имя отца и сына стого духа все господь сам ответил он сказал кто видел меня тот видел и отца все все поэтому о чем мы еще рассуждаем не оскорбляйте не нужно опускаться до обзывания зачем гадости пишите не стыдно совести ну человек скорее всего не от большого ума а так много имен да дальше Нина извините что надо сказать так извините пожалуйста здесь так он самое грешное батюшка но ответьте пожалуйста что делать эко у нас детей уже не было бы напишите мне Николай в личку есть масса чего можно сделать в чем потрудиться чтобы все-таки Господь деточек дал в моей практике священнической 10 из 10 пар 7 уже родили одна пара 6 лет не имела детей и сегодня у них уже два ребенка поэтому нужно и медицински и духовно потрудиться так лис так хорошо любить хорошего но попробуйте любить тех кто неправильно себя ведет да согласен так человек в ответ за животное которое приручит верно так а вот я дошел до своего этого имени в инстаграме так давайте давайте дальше дальше привет батя привет батюшка вот здесь вам вопрос задали за счет староверов а я лично знаком со староверами не пьют не курят не гуляют иные девчата находят мужей девственницы как что ну замечательно очень зараза для них добрый пример для подражания другое дело это человеческий фактор и среди среди них могут быть тоже которые курят и это человеческий фактор поэтому по разному бывает лиц лиц действующее искусство комедийство комедия актерство даже не буду комментировать конечно в ответе мы за тех кого приручили можно купаться холодной водой но можно если организм позволяет закаливайтесь понемножечку под именем мухаммед есть люди которые носят мусульман а вовсе они не мусульмане а тролли может быть хочу исповедовать грехов много нужно исповедуйтесь но не здесь я надеюсь что онлайн исповеди у нас никогда дай бог не будет потому что это таинство и в храме должно совершаться так дальше спасибо слава божию батюшка моя дочь завтра издает экзамен благословите богу благослови и ислам ислам появился во восьмом веке батюшка пятый раз прошу вас скажите пожалуйста я крестила ребенок я же ответил на этот вопрос не причем как мне искупить эту вину покайтесь на исповеди что не должно проявляйте внимание к своей крестному ребеночку и возьмите ребеночка и принесите на причастие так срочно люди кто знает знает ютубера ютуб Вахаевича не знаю такого я на ютубе тоже уже тружусь многие знаю его первый раз слышу если захотите какие-то ответы для себя найти в принципе на ютубе из-за крещения из-за крестных родителей на моем ютуб канале боголюб куда эта трансляция тоже будет загружена вы может быть что-то для себя найдете ютуб канал боголюб так принесите так иди принимай ислам батюшка пока есть время дай бог чтобы для вас хватило чтобы вы православие приняли так не стыдно вас так дальше дальше так ислам принимать да не ругайтесь так принять для мусульма это как значит телефон так батюшка если в брюках приду в храм мне юбку там дадут да почти в каждом храме сегодня есть платочки есть юбочки такие знаете как оборачивается которым поэтому я думаю проблем в этом не будет так всем приняли ислам надеюсь вы примите не все слава богу вы знаете сейчас я вернусь мухаммед вы очень многое теряете к сожалению вы углубитесь о православии почитайте вы поймете что это океан безбрежный почитайте о православии все дело в покаянии добрый вечер добрый вечер начало поста спаси господи знаю ты знаешь имя бога знаю уже называл батюшка вы венчан венчан эко грех это значит батюшка вы венчан и венчан эко грех что нам делать детей никогда не будет будут венчаться надо всем вот у меня одна из пар кстати мне все по обследованию все было хорошо как только повенчались месяц и они зачали и родили то есть буквально после венчания сразу так не надо обзывать наташенька путин со сравнению с прошлым это ангел предыдущим ну может быть так правая сторона руки и это очень сильно так сейчас я уже честно говоря подустал мы с вами полтора часа общаемся сейчас мои дорогие анела правая сторона руки и мизинец очень сильно что делать анемела ой простите анемела давайте по логике мы обращаемся к врачам неврологу также можем молиться Луки Васинецкому Крымского целителю пантелеймону но в первую очередь господу он главный врач всех и души и тела люди кто знает есть ли у меня штаны короткие платья я уже ответил дальше так дальше 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 у нас так что же вы у нас нет юбки что ли у каждой девушки должна быть юбка это же очень женственно это очень красиво так 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 дальше да 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 сейчас пролистаем так ответил 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 так Если я не крещен, мне перед церковью можно креститься? В принципе, можно, но что вам мешает, Дмитрий, покреститься? Буду искренне рад за вас, что вам... Вообще, взрослым человеком, даже иногда, и мне рад, я за людей, когда взрослыми крестятся, потому что все грехи до момента крещения омываются, и человек, имея жизненный уже какой-то опыт, он начинает жизнь свою с белого листа, скажем так. Так, 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 Николай, напиши... Так, многобожие, не создавайте Бога сотоварищей, икона многобожия. Икона эта мне многобожия. Если мы вспомним Скинию, первый храм, который заповедовал Моисеев сделать Господь, то мы увидим на завесе, которое отделяла святая и святые от храмовой части, ангелов, архангелов, что уже признак святости. То есть, это первая иконография. Второй мы помним, спас нерукотворный. Господь свой лик отобразил на платье, чтобы Афгарь приложился и исцелился. Вот вам еще одно подтверждение. И Господь вочеловечился для чего? Чтобы мы его увидели, чтобы мы пошли за ним. Но если он вочеловечился, в чем проблема изобразить-то его? Вообще не вижу проблемы. Тем более, если Богородица одобрила этот момент. Так, дальше. Так, Дима, нет. В любом возрасте может, да, покрестить можно. Магазин еще длинный. Ксюша, а в магазинах есть очередь длинная. Пойдите в соседний магазин, не вижу проблемы. Свечи оставляют, когда температура у ребенка. Свечи оставляют. Помолите. Сейчас, монитор потух. Так, за мою знакомую тайну очень хотелось бы услышать с ваших ус, отец. Помолитесь, отец, за мою знакомую тайну. Я так понял, что зовут ее тайна. Покрепь ее, Господи, ее. Как дело? Хорошо, но устал уже что-то. Так, а здесь одни приколистые такие, к сожалению, есть. Что-то мы все не о том пишем. Да, мне прям с Луганска, спасибо, Господи. Вот так. Спасибо. Так, дальше. Давайте немножко попролистываю. Какие свечи здравия за упокой. Батюшка, вам какие свечи за здравия за упокой. Покажу здравия. Так, дальше, дальше. Что-то ерунда какая-то. Так. Сейчас пролистываем, пролистываем, пролистываем. Так, сенцы врезы, значит, убиться начинается с шести недели. А развиваться она с какой начинает? До шести недели оно до какого развивается? Если оно развивается, значит, оно живет. Так. Так, так, так. Пролистаю, пролистаю, пролистаюсь. Так, интерьерозитение. Так, тебе разве можно сидеть в интернете? Разве это не грех? Не грех. Если ты обожим, то это не грех. А если ты на каких-то порно-сайтах, то это грех. Как нож. Можно убить, а можно хлеб отрезать. Так. Кто мне может, что мне христианство даст больше, чем ислам? Я готов принять христианство. Ну, как минимум. Во-первых, христианство дает возможность расширить границы. Ислам, он ограничивал их очень сильно. Так называемый, как вы имените, пророк Мухаммед. И после него, которые были. Я всех наизусть не знаю. Но это единицы. А святых в лоне православной церкви. Миллионы. У которых можно поучиться. Там много, можно что сказать. Батюшка, прошу молить о траке Виктории. Скрипелось. Так. Кончите здесь место. Так, ладно, больше. Так. Трансляция, что входит. А дальше, 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 дальше. В церковь не ходишь, то в ад пойдешь. Это правда, что если в церковь не ходишь, то в ад пойдешь. Но я вам скажу больше. Господь сам сказал, что не вся глаголь и Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. О чем тут речь? Кто для галочки даже молится, а не от души, от сердца. Кто для галочки приходит в церкви, свечи ставит, а вось пригодится, тоже не факт, что войдет в Царство Небесное. В Царство Небесное войдет тот, кто осознает свою греховность, кается и участвует в таинствах, которые Господь установил. Так. Всех любит, почему он в ад пойдет. Так, спасибо, встретимся. Так, дальше, дальше, дальше. Это 30-е годы, праздники. Только у нас, вот, может, в эфире у нас непросто вопросы появились. Ну вот вам, по сути, и пост начался, вот вам искушение. Отец Константин, как часто вы здесь? По воскресенье в 8 вечера выхожу. Просто вчера с боем интернет был, у меня не получилось. Выхожу сегодня. Я бы хотел каждый день с вами поддерживать общение. Пожалуйста, давайте общаться. Пожалуйста, кто хочет, добавляйтесь в друзья в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Инстаграм, на Ютубе, православный Ютуб-канал Багалил. Пожалуйста, смотрите, если что-то полезное для себя найдете, воду искренне рад. Зависть, грех, так. Зависть – это грех, как избежать. Смотри свои грехи. Господь говорит, не судим, не судим будешь. Когда будешь видеть свои грехи, не хватит времени на чужие. Я просто не пойму, на Руси всегда и в других богов верили, а в Иисуса не так недавно. Ну как же недавно. Крещение Руси как минимум с 988 года было. Уже тысячелетия прошло. Даже два тысячелетия почти. Ну, я преувеличиваю, конечно. Дайте, вот я всегда склоняюсь к такому мнению. Если бы языческие боги, в кавычках, имели место быть и жить, а не лукавые в этих истуканах, то они и сегодня были бы актуальны, и живы, и масштабны. А не локальные, там, один, два, три, сотня, там, сотня, там, пусть даже тысяч. Если мы берем христианство, то это миллионы. Если у Бога есть отец, у него же должны быть и дяди, и тети. Нет. Так, подписывайтесь, не пропускайте трансляции. Так, раньше верили 20 богам, потом подумали, давайте быть один. Да, без Бога не до порога. Да, Петров пост 4 июня начал со всем мира добра, спаси Господи. Дальше, 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 дальше. Скажи, вы сейчас проповедовать, пожалуйста, пожалуйста, что вы сейчас проповедовать? Слово Божие, отвечаю на ваши вопросы. Так, дальше. Какие, какая бы это была религия? Никакая. Язычество. Так, дальше. Мой муж не ходит в церковь, но если на нем нет нательного креста, все идет наперекосяк. Как только одевает крест, все налаживает. Слава Богу. Батюшка, спасибо за эфир, интересно, но пора, наверное, заканчивать и вам. Так, ислам-то, да, восьмой век, да, в христианском и православном, даже между ними, религия, нет разницы. Разница огромнейшая. Здесь, здесь, мои очи, зачем здесь быть? Затем, что здесь есть православные люди, верующие, которые Бога ищут в том числе. Относительно богохульства. Можно было бы банить всех, кто ерундой занимается. Но мы же православные, любим всех. Другое дело, любят ли они нас? Это уже и характеризуют они нас. Так, нельзя. Люди заставляют принять ислам, либо православие. Заставлять нельзя. Ни вольник, ни богомольник. Так, комменты читать я. Я что-то не пойму. Где он комменты? Да, вот выше, наверное, потому что вы столько написали. Чего нужно, не нужно. Что я, наверное, не знаю уже скоро ли я дойду. Так, здравия малыша. Подкрепью гость сегодня. Должно быть со слезами. По-разному бывает покаяние. Бывает со слезами, а бывает нет. Благословите, батюшка. Бога, совет Давид. Так, здравствуй, батюшка, помолись. Так, мусульман, эфиры не засоряйте. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Батюшка, у меня вопрос. Мы с мужем. Что с мужем? Пишите дальше. Так, я воскрес. Слава богу. Так, цепочка чернеет. Может быть, окисливается. Не всегда какие-то духовные проблемы. А если, скорее всего, окисливалось. Мы иногда просто ерундой занимаемся. Нагнетаем. Не нужно. От зависти, батюшка, отвечал. Видеть свои грехи. В разводе, но продолжаем жить вместе. Можем ли мы венчаться? Нет. Сначала расписывайтесь, потом венчаетесь. От поточерни. Да, 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 да. Так, батюшка, что означает, если видела сон, как Иисус Христос дал мне белые бусы? Ничего не означает. Благодарите Господа, что вам не какая-то нечисть приснилась. Так, многие как читают. Многие вообще с зубной пастой, да. Так, после смерти с родителями встретимся. Возможно, встретитесь, если в раю однозначно. А если в аду, неизвестно в каком месте будем, как расплачиваться. Так. Добрый вечер. У детей одинаковые крестики и не знаем, где чей. Ну и замечательно, не имеет значения. Благословите Михаила Путина. Бог дает ему силу. Бог голосует. Так. Слышать от Попа. Любой можно таскать. Даже чужой слышал от Попа. Да. Помолитесь, пожалуйста. Подкрепил вас в господи. Добрый вечер. Стыдно. У многих нет совести. Да, к сожалению. Как подписаться на ваш чат? Ну, где-то здесь. Вот. Посмотрите колокольчик. Где-то. Найдите, пожалуйста. Как тебя зовут? Константин. Дальше, дальше. У меня зависает... Не знаю. У меня вопрос. Какая миссия человека на земле? Спасти свою душу, каяться, творить добродетели, угождая этим Богу, а не свою гордыню возвеличивать. А вы ответите на мой вопрос. Может быть, пролистал. Просто я пролистал очень много, когда мы ахинею какую-то там рисовали. Так, Байюшка, благословите, пожалуйста. Настесью Богу и Станна. У меня есть вопросы. Задавайте. Байюшка, как забыть обиду? Молиться об этом человеке, о добром его здравии. Постепенно забудете. Ну, и помните, что мы не идеал. Спасибо большое. Вас, хренье, ангел, хренье. Спасибо, Господи. Спокойной ночи. О, все, пошли. Спокойной ночи. Кто в пророке, Сын Божий. Если не судить уже хаос, да вот именно, что свои, когда будешь судить, тогда и не будет хаоса. Я католической веры, Валентина, искренне хотелось бы, чтобы православной. Ну, по крайней мере, веруем в Троицу. Это, слава Богу. Внуки, вот так, она нас заблуждает. Бог, это все иллюзия. Светлана, сочувствую вам. Получается, у вас души нету, по логике вашей. Что это тоже иллюзия. Так, заблаждаю историю. Запомните. Ваши внуки будут мусульманами. Это, надеюсь, не будут. На всю волю Божию, конечно. Но будем до конца нести свой крест. Как выглядит рай. Первый рай был, как описание, как сады. Вот. Ну, а как на сегодня? По-разному будет. Вы кто? Поп, да. Гость. Вы в это... Так. Дальше. Дальше, 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 дальше. Подустал, честно говоря, я уже. Если бы вот не было глупых вопросов, больше бы пользы принесли. Можно ли на теле иметь египетский крест? Если плетеный, как я вот видел, как крестик, то можно. Так. Славя Боже. Батюшка устала не Русям. Объяснять, почему. Ну, подустал, да, немного. Дальше, 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 дальше. Ну, мы, наверное, уже... У нас мало два часа. Поэтому, наверное, уже разбор молитвы перенесем на следующий эфир. К сожалению. Болг мелкий. Это сколько вешат в грамотах. Болг мелкий. Светочка, искреннего жалко, солнышко мое. Наверняка вы хороший человек. А глупостями такими занимаетесь. Скажите, пожалуйста, как стать добрее? Больше добрых дел делать. Мы что делаем? Человек злой, он начинает другими грехами болеть. Алчностью, завистью и другими. А человек добрый, он уже и мимо беды не может пройти. Да даже и не беды. Так, 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 дальше, дальше. Ну, я вижу, что тут уже, кто написал Библию, Духом Святым люди писали. Ой, дошел до конца. Слава тебе, Господи. Я думал, и не дойду сегодня. Прямо сегодня насыщенный эфир. Давно такого длинного эфира было. Час 45 даже. Значит, мои дорогие. Не знаю, даже разбирать, не разбирать. Давайте, наверное, перенесем уже разбор молитвы на другую. Я вам единственное, что скажу, что если мы берем первоначальные молитвы, Три Святого и Паучи Наши, Царю Небесной. Царю Небесной – это призвание Святого Духа. В которую мы просим, чтобы Господь вошел в нас и очистил от всяких скверных. Ну, давайте хотя бы немножечко Царю Небесной. Я сначала прочитаю по-церковному славянски, потом по-русски, и два слова скажу о молитве. Царю Небесной, утишье души истины, живи с детства, и вся исполняя сокровища благих жизнеподателей. Приди и вселися вны, и очисти на от всяких скверных, и спаси блажь души наша. По-русски читаем. Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, который везде находится и все наполняет. Все милости веще, всякого добра и жизни, податель. Приди и обитай в нас, и очисти на от всякой нечистоты, и спаси милосерды наши души. По сути, по-русски сразу все понятно. Почему только мы по-церковному славянски читаем? Потому что язык остался чистый, общение с Богом. В церковном славянском нету мата. Поэтому общаемся на этом. Основное тут надо, что отсюда взять из этой молитвы. Что это молитва, взятая из церковного песнопения, в праздник Пятидесятницы, День Троицы, о которой мы вспоминаем сошествия Святого Духа на апостола. Сошествия Святого Духа мы вспоминаем, что апостолы и ученики ждали от всего сердца, любили Господа своего, Христа. И Господь им обещал, что придет Дух Утешитель. О, у меня сейчас уже сядет батарейка. Дух Утешитель, и Господь им посылает. По своему вознесению уже спустя. Да, Духа Утешителя. Ладно, давайте закругляться. Так, не знаю только потомство, батюшка, спасибо. Ну, во славу Божию. Почему автомобиль Тесла такую молитву читает? Надо. Почему? Скажите, хочу автомобиль Тесла, какую молитву читать? Вот Святого Духа и читайте, молитесь, просите. Ну, и трудитесь на автомобиль Тесла, чтобы вам было на что. Как часто вы проводите эфир? Лично я провожу по воскресенье 8 часов. Сегодня исключительно из-за сбоя технического вчерашнего. Ну, все, мои дорогие, вижу, что уже все. Добрый вечер, батюшка. Можешь спросить, когда я читаю молитву, я начинаю зевать. Зевать, наверное, что это значит? Бывает, насыщается мозг кислородом, чаще дышим. Бывает, как искушение. Клад, батюшка, 13 тысяч, плюс-минус тысяча. Не уходите с тобой весело. Ну, это хорошо. Почему вы позволяете людям поклоняться иконам? Потому что Господь нам дал и образ свой, спас нерукотворный, и крест, и в Ветхом Завете ангелов святая святых, на занавеси святая святых. Все. Мои дорогие, очень вас благодарю за сегодняшний вопрос. Их сегодня было очень много. Больше уже не буду отвечать, не обижайтесь, потому что я и устал, и он сегодня длинный. Почти два часа без малого. Да, восемь часов по Москве. Подписывайтесь на наш проект. Батюшка.Лав, Батюшка.Любовь. Мы говорим о любви в Бога, с Богом, между нами. Чистой любви, не этой, скажем так, порочной. Хочется, чтобы в наших душах было больше чистоты, чем гнили и греха. Храни вас Господь, милости Божьей вам. С вами в освящении Константин Мальцев, руководитель проекта Батюшка.Лав, Батюшка.Любовь. Храни Господь. Аминь.